Насколько и за счет чего в этом году должна уменьшиться плата за отопление и готова ли висогена энергия к отопительному сезону, на состоявшейся 1 октября пресс-конференции сообщил гендиректор ЗАО Зигмас Юргутавичус. Предприятие полностью готово к отопительному сезону, вычищенные котлы биотопливом, которые топятся, купленное биотопливо на 20% дешевле за 117 за тонн евро, и можно говорить на весь отопительный сезон, сколько надо для предприятия. Сравнивая цену сегодняшнюю, уже на 20% мы дешевле купили. Когда будет отопительный сезон, цена будет повышаться. Сами знаете, один год было и 200, и больше за тонн евро. Также заменена котельная система автоматического управления технологическим процессом всей котельной. Система АББ, которая старая отработала уже 16 и больше лет. И мы должны гарантировать, чтобы не было аварий и отключений. Так что эта система была тоже как инвестиция заменена. И на данный момент она уже внедрена, и работает новая система управления всей котельной. По сравнению с прошлым годом стоимость теплоэнергии уменьшилась на 15%, горячей воды на 8,5%, отмечает Зигмос Юргутавичус. С 1 ноября, когда с учетом перехода на закрытую систему теплоснабжения цены будут пересчитываться, стоимость горячей воды должна уменьшиться примерно на 11 центов за кубометр. Также изменен у нас температурный график, потому что закрытая система был график 130 на 70. Ну, наверное, наши жители знают, и сейчас 110 на 55. 70 – это температура обратной теплосети, обратной линии температуры термоносителя. Это технические требования, которые обязательно при открытой системе теплоснабжения. Здесь тоже какой-то плюс будет, плюс наверняка уменьшится цена благодаря и замене узлов автоматических на закрытую систему с открытой, где будет переходными периодами экономится тепло до 20%, потому что днем солнце, а вечером, ночью может минусовая температура быть. И все это вместе будет давать все равно плюсовой эффект для наших потребителей. 9 сентября министром энергетики был подписан приказ о строительстве в Висогеносе когенерационной электростанции. 3 миллиона 785 тысяч 806 евро – это 50% стоимости проекта – выделяет ЕС. Остальное – средства предприятия. Ожидается, что весь проект обойдется в 7,5 миллионов. На данный момент, наверное, в течение месяца будет подписан договор о финансировании с агентурой. И предприятие уже готовит технические условия и документы по закупке и проведению конкурса на это строительство биокогенерационной установки. Она будет строиться на территории котельной нашей тепловой, которая на БСИ есть. И, в принципе, в этом месте, где стояли резервуары, мазутные резервуары. У нас, как знаете, мазутное хозяйство давно уже нет. И у нас резервное топливо сейчас дизелина. И можно говорить, что газ, который мы уже каждым годом меньше и меньше употребляем, потому что максимальная потребность, если сравнивать... Ну, про прожители я буду говорить. В 2008-2009 годах была максимальная нагрузка 54,9 мегаватта. Что ожидается 19-20, 39,1 мегаватта. Вот такой уменьшенный максимальный. Если это когда самое холодное время. А если у нас средняя температура, наверное, 0-1 мегаватта не бывает общего отопительного сезона. Так что, значит, все должно быть хорошо. И люди, цена наша конкурентная, мы в десятку ходим. Самое главное, это зависит цена, сколько счет выставлен за количество. Это зависит от дома. Он реновирован, окна заменены, двери заменены. Соколь отеплен, кровля отеплена или нет. Это все, можно говорить, минус для жителей. Но можно порадоваться, что с заменой узлов на закрытую систему было сделано и балансирование отопительной системы, где, наверное, жители почувствуют в этом отопительном сезоне, что все будут одинаково, ну, плюс-минус получать тепло и по стояку, и не будет, что одни мерзли, как вот раньше бывало, другие грелись и окна открывали. Здесь тоже с этим проектом этот вопрос решен и большой плюс. Для жителей, как, ну, потому что плотит одинаково, тепло, как знаете, по квадратуре распределяется, и когда все одинаково будут греться, будут все довольны и, наверное, не думать, что он платит за соседа. В заключение мы поинтересовались у Зигмаса Юргутавичуса, смогут ли жители пользоваться электроэнергией, которая будет производиться на когенерационной установке. Электроэнергия, как и говорили, здесь меняется каждый год, можно говорить, наши законы, подзаконные акты, но на сегодняшний день такой возможности для жителей не будет. Но когда будет проект выполнен в 2022 году, и мы начнем работать с 2022 на 2023 год, наверное, если по плану, тогда, может быть, этот закон будет изменен, потому и самоуправление этому вопросу работает не только Висагинское, но и другие, чтобы можно было эту электроэнергию за, конечно, себестоимость продавать для нужды самоуправления. Так что, может быть, такая возможность будет, но на данный момент мы делаем предварительный договор с ЭСО насчет продажи этой электроэнергии по действующим законам и всем требованиям, которые есть на данный момент, которые регулируют эту деятельность. И, как можно говорить, это все равно будет плюс для предприятия. Продолжение следует...